Всем привет! Идем на поезд. Через 25 минут отправления направляемся до Львова. А вообще поезд это Черноцкий-Киев. Все, обращаемся с Наташей. Ну ладно, на самом деле мы просто вышли наперекур. До Львова у нас плацкарт. Сейчас зайду вам покажу. Кстати, я очень довольна. Вот сейчас я зашла. Чистенький поезд. Чистенький, да. Для плацкарта это шикарно. Хорошо. Ну сейчас покажем. Вот Наташу. Все-таки не проводили ее. Наташа здесь на боковушечке. Погазали меня, что осталось с ними. Расскажи, как у нас паспорт у всех потребовали. О, это вообще. Сигарета. У меня все взрослые говорят, покажите паспорт. Я говорю, так я здесь есть. Зачем? Говорит, нет, покажите паспорт. В общем, вот такую вот плацкарту. Стретим. Ну да, она тут чистая. Неплохо, да. А вот наша закусточка. Сейчас фонарик включу. Или фонарик вспышку. Что мы взяли? Гренки. Такой вот колошечек. С розетками. Крылышки копченые. Чабата с сыром. Сок. Ну и все. Вот чистый. Вообще. И розетки есть. Хороший поезд. Так. Мы подъезжаем ко Львову. Нам еще часик ехать. И у нас ходит билет. Чай за 10 ливен. Маташа говорит, какой он? Крупно-листовой. Смотрите, хорошее. Такое в поездах очень резко. Обычно черный и какой-то не крупно-листовой. У нас на данный момент 22,58. А сколько такие? В Германии 9,58. Потому что камера плохо снимает. Чехол размывает. Потому что у нас на чехле. Короче, камеры типа прикрыты. Спать, конечно, уже хочется. Такая дорога все равно. Утомительно это все. Ну, я думаю, вы понимаете. Просто встали, считай, в 4. И толком не спали. И уже как бы 12-й час будет. А у нас отправление со Львова в час 22. Еще будем во Львове на вокзале часик. Даже час 20. Такое. Матрусь, могу. Матрусь, могу. Матрусь, могу. Давай завариться в Мамбис. Матрусь, я должна заварить. Он тогда заварить. У меня же зеленое, но все. Я буду на месте. А чем нам быстрее заварить? Ну, понятно. Еще я лимон наляла вообще. Задлился. Заварился чуть-чуть. Налила лимон. Ну, лимон еще цветание. Вот это моя любимая вода. Бывает семерочка вообще. Кто из Украины, тот, может, знает ее. Но это супер вода. Она лечебная. От изжоги. Вообще она для желудка очень классная. С миргородом. Да, жарко очень. Ну, так вот хорошо. Да нет, я там не знаю. Ты же не ехать, сейчас ты устанешь. Всем привет. Чусики, чусики. Чусики, чусики. Ты попробовала чай? Да. Вкусный? Да, вкусный. Я долго не люблю. А, Настя, можешь уже у меня его как-то об этом? Ну, за ложечкой по пакетику. Тебя она не добавила, да? Я не люблю просто сильно крепкий. А куда мне? Ну, пакетик куда-нибудь, в стаканчик закинуть. Пожалуйста. Да, порядка. Боржоми, Наташа пьет 60 гривен, боржоми. Евро 50. Ну, на гривны это прям дорого. А на евро 60 не дорого. Там таких цены. Ну, да, но... Там вообще такой воды, не знаю. Боржоми в микс-маркте есть. Ну, просто 60 гривен, это, чтобы вы понимали. В микс-маркте он стоит до 30. Это кто-то за час так зарабатывает зарплату. Боржоми, не каждый может себе покупать. Ну, из обычных работающих, я имею в виду. Обычный рабочий класс. Ну, и боржоми не пьем часто. Да, ну, ты же только приехала, блин, живот болит. Неправильное питание боржоми очень спасает дороги. Неправильное питание боржоми не пьем. Я боржоми не пью. Ты сколько не пила ее, конечно. Ну, можно же себе один раз купить. Ты что, думаешь, что тебя кто-то будет осуждать, что ты купила себе боржоми? Я тебя умоляю. Вот это 20 гривен вода. Вы меня побольше осуждаете, это мне плюс. Тоже дорого 20 гривен, я считаю. Ну, хотя, нет, она хорошая водичка. Аня, пусть меня осуждают побольше, это же мне плюс. Да, я тоже так считаю. Пишут, ну, Наташа, такие брови, ну, вас вообще волнуют ее брови? Ну, господи. Человек сделает себе коррекцию. Какие захотела брови, такие и сделала. Это не должно вообще никого касаться. Мы не спрашиваем ваше мнение. Все же знают эту проблему с бровями моими. Да, что ж вас так интересно? Так, подожди, мы спрашивали мнение? Не спрашивайте, что у меня пятый размер груди. Что ж вас брови, а у меня пятый сиськи раздевал. Брови в основном. Вы не туда смотрите, ниже опуститесь. Спуститесь с небес, ребята. Спуститесь ниже. Нет, ну просто, знаешь, будто бы ты спросила, подписчики Ани, Настя, скажите, а как вам мои брови? Кто-то вообще это спрашивал. Ваше мнение, ну, подобное. Я думаю, Наташе вообще не интересно. Вообще не интересно. В чем тут вообще Наташа? Проблема с бровями ничего. Будут деньги, справим. У всех свои недостатки. Ну, брови, ну, Господи. Ну, не нравятся мои брови. Ну, а я не должна, я не долларовая купюра, чтобы вам нравится. Сто процентов, я так считаю. Всем привет, мы у Мисты Лева. Мы во Львове. Прекрасный город. С ним прекрасные воспоминания, экскурсии школьные. Школьные экскурсии по Львову. Очень красивый город. Здесь есть что посмотреть. Вообще прям обожаю Львов. Тот, кто раз в жизни был во Львове, тот хочет сюда еще и еще вернуться. Нам сейчас ждать час следующего поезда. Погода, в принципе, нормальная. Не прям холодно. Так что как-то так, ребятки. Чаек вкусный, кстати, вообще мне понравился. Чай просто супа. Супа. Лека. Лека. Смотрите, какой красивый вокзал. Вообще. В Восток. Вот у нас 0-0. Опять. Спать, конечно, хочется. Так что так, ребята. Так. Что бросается в глаза? Вот мы на Львовском вокзале. Видите, вообще нет никакого мусора. Вообще. Ни в коем случае какой-то бычок будет. Вообще ничего нет. Никаких жбачек. Ну, представьте. Вообще ничего нет. Ну, смотрите, я же не вру. Смотрите, вообще ничего. Класс. Кстати, только узнала, что есть поезд Кракев-Киев. Краков. Первый раз слышу. А, даже уже с Одессы едут? Ничего себе. Ну, скажите, Райна, какой чистейший вокзал? Ну, я сейчас Украина делаю. Это Украина. Молодцы. Классно очень. Классно. У нас осталось 40 минут. На улице пошла. Не, на улице вообще не еленят. Молодцы. Чисто очень. Супер. Как, ребята, мы уже в новом поезде. Это куфе. Такое вот. Плоскар, который мы были сейчас, был лучше. Ну, тут розеток нет. Плоскар намного лучше. Странно. На каждого шла розетка. Четыре розетки. А здесь нет этого... Скажите мне. Господи. Розеток, говорю, нет. Ты больше забыть, берите. Сейчас у нас час шестнадцать. Да, билет стоит же дороже под... Ой, купе. Как это так нет розеток? Одиннадцать часов тридцать три минуты ехать. Я хочу с пауэрбанки ехать. Короче, как-то так, ребята. Хочу вам показать, как окна скотчем заклеивали. На всякий случай. Кошмар, конечно. Как подумаю, что, допустим, в одном купе сидело по пятнадцать человек. Стояли. Как эту воду передавали. Ну, это вообще просто ужас. Сколько это все длилось. Это кошмар. Что? Вон, воду купила. Десять гривен вода. Мир городский. Живело. Вода под нас. Говорю, без газа, а нема без газа. Жарко очень, вообще очень жарко. Ну, ну, топит. Смотрите, что написано. Одесска. Одесска залезница.